Рад всех видеть. Огромное благословение быть в Доме Божьем. И у нас сегодня служение важное, у нас будет потом причастие в конце собрания, потом еще мы будем молиться за всех членов нашей церкви, которые пережили страшную Вторую мировую войну, потому что на этой неделе, грядущей, мы празднуем День Победы. Но, конечно же, вначале давайте откроем Священное Писание. И есть одна история в Евангелии, о которой пишут все четыре евангелиста. Я думаю, потому что она очень важна. И, в принципе, я очень люблю о ней проповедовать. И сегодня я хотел бы вам показать что-то новое в этой истории, как бы хорошо известная история. Но давайте посмотрим на нее по-новому. Откроем Евангелие от Иоанна, 12 главу. Чаще всего я люблю читать эту историю по Евангелию от Марка. Вообще даже некоторые говорят, что вот то, что пишет Марк, Лука и Матфей, это как бы одна история, а то, что у Иоанна немножко другая история. Но большинство все-таки исследователей Библии сходится на том, что это одна и та же история, просто каждый заметил какие-то особые детали. И поэтому мы сегодня прочитаем эту историю в Евангелие от Иоанна, 12 глава. Параллельно будем смотреть еще, конечно, детали этой истории в других Евангелиях. Поэтому сегодня я хотел бы вам, ну, как бы необычно для воскресной проповеди побольше, мы будем смотреть мест Библии, потому что здесь есть очень много интересных вещей, которые я хотел бы, чтобы Бог вам показал сегодня, раскрыл сегодня. И вот смотрите, первые два стиха Евангелия от Иоанна, 12 глава. «За шесть дней до Пасхи принес Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых, там приготовили ему вечерю. И Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним». Вот смотрите, Вифания – это селение вблизи Иерусалима. Иисус там часто любил бывать, потому что там жили его друзья. Семья Марфа, Мария и Лазарь. И вы знаете, вообще, что интересно, что вот даже сами имена, они часто показывают, вот отражают жизнь самого человека. Вот, например, имя Лазарь. Лазарь дословно в переводе с еврейского означает «Бог помог». И, конечно же, наверное, это один из самых ярких персонажей в Евангелии, потому что в его жизни отобразилось одно из, наверное, знаменитейших чудес, когда Лазарь не просто заболел, а он был мертв. И Иисус, и об этом говорится в предыдущей, в 11 главе Евангелия Теана, Иисус воскресил его из мертвых. И в действительности, наверное, вся жизнь Лазаря отображала вот его имя. «Бог помог», «Бог затворил чудо в его жизни». И есть, конечно же, категория людей в церквах, которые пережили какие-то чудеса в своей жизни, в жизни своей семьи. И ты можешь сказать, да, у меня немало свидетельств того, как Бог мне помог. Но вы знаете, что интересно, не Лазарь был главным персонажем в этой истории. То есть есть люди, пережившие в своей жизни, может быть, исцеление, или в своей семье какое-то исцеление, но при этом так и не дошедшие до самого главного. Мы в церквах очень сильно увлекаемся свидетельствами. Мы такое чувство иногда, что мы даже благодаря свидетельствам как-то хотим еще сильнее убедить себя, что все-таки Бог что-то делает. Как-то мы сомневаемся, сомневаемся. И поэтому кто-то скажет, думаю, мне слава Богу, все-таки что-то Бог доделает. Вот есть такая категория. И даже мы издаем там, часто люди в церквах издают какие-то книжки, свидетельства, что сделал Господь, вот как-то для подтверждения. И нам иногда кажется, что это просто вот что-то самое невероятное. И люди часто приходят в церковь только по одной причине, чтобы Бог им в чем-то помог, в какой-то сфере жизни. И они, находясь здесь со своей нуждой, так и не приходят к самому главному. Поэтому Лазарь – это человек, в жизни которого было чудо Божье, но который так и не постиг, я думаю, самого главного, по крайней мере, по этой истории. Дальше мы видим следующий персонаж – Марфа. Марфа – арамейское такое слово, которое дословно означает «госпожа» или «хозяйка». Наверняка она была вот такой самой старшей в семье, потому что вообще, когда перечисляется вообще вот эта семья, то Марфу, как всегда, рисуют первой. Например, когда было воскрешение Лазаря, Иисус шел к ним в дом, Марфа первая вышла и начала диалог с Иисусом. И вот посмотрите, наверное, знаменитая история, где Марфа фигурирует. Вот это Лука, 10 глава, 38 стих, где говорится, что в продолжении пути Иисус пришел в селение. И мы понимаем, что здесь идет речь о Вифании. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. То есть видно, что она была не просто сестрой, она была старшей сестрой. В общем, она воплощала в своей жизни свое опять имя. Она была такая хозяйственная, деловая, везде первая была. Не только впереди младшей сестры, часто впереди брата своего там все делала. Есть такие активные очень женщины, они все держат в своих руках. Как раз вот отображение стихов. Некрасова коня нас, какой остановит в горящую избу, войдет, вот все так сделает, все устроит. Я знаю таких женщин, у меня бабушка была такая, она всем руководила, не только дедом, вообще всем. Есть такие активные очень женщины, которые не просто сами активничают, они еще всех вокруг вовлекают в свою орбиту. Они не просто кружатся, ты рядом с ними тоже должен кружиться, иначе мало не покажется. И вот в этой истории, смотрите, такая женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Младшие сестры всегда что-то делают не так, неправильно. Кто-нибудь из вас был когда-нибудь младшей сестрой? Есть здесь младшие сестры? Младшие сестры. И помахайте руками, много, да? Вот старшие какие сестры бывают? А вам тяжело бывало в детстве? Бывало кому-нибудь тяжело? Если кому-то было младшей сестрой, и было непросто, поднимите от старших. Было же такое, да? Я не знаю, всегда был старшим братом. Я был тот, кто командует младшими. Вот, хорошо. И вот у нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слов его. Марфа же заботилась о большом угощении. Она всегда обо всем заботится. То есть вот на ней бремя всего мира, как правило, лежит. Она все делает. И знаете, люди безответственные, а есть люди гиперответственные. Вот они просто вот... Марфа была такой. И подойдя сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Это очень часто. Знаете, мы в наши часто внутрисемейные разборки любим увлекать Иисуса. Правда же, да? Потому что, ну, уже кажется, Господь, это объясни им просто, как я с ними живу. Ничего не понимать. Все не так. Все неправильно. У вас бывало такое в жизни, что кажется, что все вокруг вот просто, мягко говоря, как сказать, не догоняют. Тормозят. Бывало так, что тормозят. Надо же так вот. Я, например, ехал сегодня, когда в церковь, немножко опаздывал. Ну как? Позже выехал. Есть такое правило. Позже выехал, позже приехал. Нам это правило не нравится, мы хотим приехать позже, выехать позже, а приехать вовремя. Правда же, да? И поэтому я ехал сегодня, и воскресенье-то обычно более свободные улицы, поскольку выходной день. Ну и еду я вот так вот, газую всех, обгоняю. А обычно люди, вот они просыпаются в воскресный день, на работу не надо, там кто-нибудь. Ну куда поехать, дорогая? Да поехали в Ашан, ну правильно сидим в Ашан, поехали. Ну или еще куда-нибудь, не знаю, куда ездят люди в воскресенье утром, потому что я кроме церковь в воскресенье утром никогда не езжу. Вот. И они едут, и обычно они такие, знаете, уже после выхода, уже пятница вечер прошел, суббота вечер прошел, и они такие идут медленные такие, а я тороплюсь, и меня раздражают все эти тормозные просто. И я думаю, ну как же можно так ехать? Они думают, что тут дерганый какой-то, да? Всю неделю дергался, воскресенье дергается. Вот. И есть вот такие люди, как Марфа, они в любой день, выходной, не выходной, они на газах все время. Знаете, вот есть такие вот, они все время на газах, и их раздражают все, кто тормозят. И вот, говорит, Иисус, как вот так вот? Ну как вот? Ну смотри, я из сил выбиваюсь, я тут жарю, парю, варю, там людей много. Дом известный, это какой-то дом Симона Прокаженного, да? Симон, мы читаем, был каким-то известным фарисеем, то есть там много народу собралось, то есть надо трудиться. И вот Иисус пришел, и народ собрался, Иисус привлекал внимание. Тут сестра вместо того, чтобы помогать, расселась, тут слушает, да? И вот такие люди, и всегда раздражают те, кто не в их ритме, вот их раздражает всегда, те, кто не в их ритме. И, как правило, эти люди, они очень суетящиеся, да, вот, что-то не то, вот. Вот, и обычно суета, она всегда откуда? Вот, как я говорил, вот этот пример утром, да, выехал позже, и чтобы как-то быстро приехать, нужно суетиться. Часто мы делаем не то, что-то делаем позже, делаем не так, и пытаемся, благодаря нашей суете, достичь каких-то результатов. Ну и суетею, благодаря тому, что мы пытаемся вовлечь других людей вот в эту всевозможную суету. Вот, скажи ей, скажи ей, потому что нам всегда кажется, что мы правы, другие неправы. И Иисус должен всем объяснить, что мы правы, другие неправы, потому что нас они не слушают, нас они слушать не хотят даже. Иисус, хоть ты в разумении эту непонимающую Марию. Иисус сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ответ был Христа неожиданный. Вместо того, чтобы поддержать как-то вот, вот, часто Господь таких осаживает, осаживает часто вот таких суетливых. Вот, знаете, особенно у нас на прошлой неделе был выезд, выезд тишины. В этот раз мы делали его необычным, как бы вот в течение трех дней, не как раньше неделю. Вот мы сделали в эти выходные дни, и когда приезжаешь туда, у нас уже какой по счету выезд уже? Шестой, да, шестой у нас выезд вот этой тишины. Когда выезжаешь всегда, вот особенно в первые дни интересно смотреть на людей, которые приезжают туда. И вот для тех людей, которые привыкли в жизни быть активными, это особенно тяжело, потому что они сами активничают, они другими любят командовать. А тут вот так вот. И у них прямо вот они ходят, обед молчания мы там все взяли, и вроде бы все молчим, ни с кем не разговариваем, делать нечего. Сиди только молись по несколько часов в день. В столовой молчим, все время в корпусах все молчим. И они ходят, и вот смотришь, люди особенно активные, у них глаза горят. У них вот вся энергия, которую они не знают, куда деть, она через глаза. Вот видно, что вот... И ты так сидишь со стороны, так наблюдаешь за ними, думаешь, ну... Марфа, Марфа, угомонись ты уже! Скажи ближнему своему, не о тебе ли речь сегодня, а? Когда ж ты угомонишь это в конец, а? Сама задергана вся, всех вокруг задергала. Все мало тебе, что ли? И еще ты говоришь, Господи Иисусе, ну ты-то хоть объясни им, что они не понимают ничего, да? Тут присутствие приходит и говорит, ты думаешь, что они ничего не понимают, да? Сидят тут, понимаешь ты. А может, это ты чего-то не понимаешь, разбегалась тут. Суетишься о многом, глаза горят. Как без тебя-то Господь будет действовать? Да никак. Ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. И вот смотрите, вот я говорил, вот Лазарь, персонаж, в жизни которого мы видим Божью руку, Бог помог, да, его имя. Марфа, госпожа хозяйка, там жарит, парит, всем привык руководить, все там делает. Такие, знаете, есть профессиональные служители уже в церкви, есть такие профессионалы, они все знают в церкви, очень молодцы просто. Все действует уже. И третий персонаж, потому что не Марфа, не Лазарь, они здесь больше второстепенные персонажи. А вот третий персонаж, Мария. Причем, знаете, я думаю, что в жизни как раз все наоборот было. Как раз Мария-то была всегда в тени у своего брата Лазаря, у своей старшей сестры, активной Марфы. Но вот очень часто люди, которые вот в этой видимой жизни, как правило, в тени, в глазах Бога являются главными персонажами. И вот смотрите, третий стих, вот вернемся Евангелие от Иоанна, 12 глава, третий стих. Мария же, взяв фунт, фунт это около пол-литра, то есть это большая. Сегодня купи там пол-литра дорогих французских духов, это не дешево. Взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. И вот я говорил, что Мария всегда как бы была в тени Марфы и Лазаря. Есть люди в тени, но здесь она главный персонаж. Причем вроде бы такие имена, Марфа, хозяйка, госпожа, Лазарь, Бог помог. А Мария, есть разные версии, откуда пришло это еврейское имя Мария, Мариам. Но основная версия, это Мариам, это от слова Мара, горечь, горечь. То есть это люди, пережившие какую-то определенную горечь в жизни. И вот смотрите, Евангелие от Луки, 7 глава, где говорится эта история в 37 стихе, вот об этой женщине некое есть пояснение. И вот женщина того города, которая была, смотрите, грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром. Лука добавляет, что эта женщина была грешницей, это слово хамартолос греческое означало не просто вот как-то грешница в общем, это именно безнравственный человек, то есть это была безнравственная женщина или женщина с плохой репутацией. Вот именно видно, что жизнь у нее была горькой, да, мягко говоря, непростой жизнь была. Она много пережила, через многое прошла. И вот смотрите, если Матфей и Марк пишут, что она возлила мира на голову Христа, когда вот мы читаем эту историю, то Лука и Иоанн говорят, что она возлила мира на ноги Иисуса и отерла волосами своими. Вот седьмая глава Луки, тридцать восьмой стих. Вот послушайте. «И став позади у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами, и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром». Я не так давно, когда перечитывал этот стих, вот тридцать восьмой стих седьмой главы Евангелия от Луки, мне Бог показал, вот смотри, в чем же эта женщина, которая всегда вот в этой жизни была в тени у своих более как-то известных, более активных родственников, в чем она оказалась, вот почему она оказалась главным персонажем здесь. И я здесь увидел, знаете, словно вот такое четверное посвящение Марии, или можно так назвать даже четырехгранное посвящение Марии. «И став позади у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами, оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром». Четыре вещи, которые сделала Мария здесь. И самое первое – обливала ноги Иисуса слезами. Один из известнейших псалмов, любимых теми, кто любит и славит Господь, это 41-й псалом. Вот смотрите, 41-е слово, здесь очень много таких известнейших, ярких стихов. Вот второй стих, один из ярких, наверное, стихов Ветхого Завета. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Божия». «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божия». И вот обратите внимание на 4-й стих. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой». И вот 8-й стих здесь тоже, наверное, один из известнейших в Ветхом Завете. «Бездна бездну призывает», 8-й стих. «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих». И самое первое, мы видим, что было, вот слезы. Слезы означают жажду. Я вот не знаю, почему. Есть люди с удивительной жаждой по Богу. Вот внутри словно есть жажда. Недаром Иисус говорил в одной из заповедей «Блаженны алчущие и жаждущие правды, праведности». Вот есть люди алчущие и жаждущие. Вот причем возникает вопрос у меня часто, откуда, вот почему у одних эта жажда есть и у других нет. Почему одни люди могут так свою жизнь внешним обустроить, вот так вот как-то красиво все сделать. Им как-то достаточно этого. И они так-то живут. Ты приходишь и говоришь с ними о Боге, а они говорят тебе в ответ «А зачем мне это?» Ну, какой толк мне, какой это? А мне наоборот непонятно. Почему? Это же самое главное, самое интересное. У меня вот семья знает, мы сидим, разговариваем. Я часто говорю, знаете что, мне вообще не интересно, о чем вы тут сейчас говорите, какие-то там дела. Давайте о Господе поговорим. Мне интересно говорить о Боге. Скажите, что о нем говорить? Мне интересно, когда можно делиться переживанием, потому что я эту жажду чувствовал в себе изначально. Недаром в христианстве некоторые считают, что есть особая благодать, которая есть на некоторых людях, и у них есть тяга. А вот у других нет благодати, они не предопределены, и вот у них такой тяги нет. Есть такие учения в христианстве. Но знаете, я сейчас не буду даже эти учения разбирать. Я просто говорю, что вот ту жажду, вот внутри нас, мы должны всеми силами раздувать все сильнее и сильнее, чтобы этой жажды было больше. Чего бы ты не достиг, чего бы ты не получил, чего бы ты не пережил. Даже если как бы свои там самые смелые мечты воплощаются в реальности, вот внутри есть некая эта жажда. Вот слезы же, они связаны с чем-то глубинным, какие-то глубинные внутренние вот эти переживания. Вот я рассказывал, что моя семья, часто они надо мной смеются, потому что мы иногда, когда смотрим какой-то фильм все вместе, и там такие бывают моменты, особенно какие-нибудь романтичные, или такие вот моменты, как их назвать, вот такие трогательные. И я люблю сидеть, я сижу, у меня прямо слезы, я плачу. Вот, ну, потому что, вы знаете, мужчины же, они такие романтичные, нежные, а женщины нет, у меня три дочери там, и жена сидит, тоже женщина, да, понимаете, да. Сидят, смеются надо мной, говорят, что папа опять плакать будет, да. Их это не трогаю. Вот, вот, ну вот, я не знаю почему, мне всегда, вот знаете, когда вот что-то касается тебя такого трогательного, хочется плакать вот глубиной. Ну и, конечно, вот, вот самое трогательное, это вот есть внутри необъяснимая вот жажда по Богу. Вот, огромное желание соединиться, и без Него все остальное, чтобы не было в твоей жизни, но это лишь какая-то мишура, главное по Богу. И когда ты об этом думаешь, внутри просто все плавится, начинает. Недаром Иисус говорил, Царство Божье внутри вас есть, и вот эта тяга внутренняя к этому Царству Божьему, из-за чего порой ты, тебе ничто не надо, никакие там эти вещи, развлечения. Ты, ты хочешь кого? Его, быть с Ним. И ты отлично понимаешь, что пока ты не будешь един с Ним, тебя ничто не удовлетворит. И более того, ты понимаешь, что пока ты на этой земле, ты никогда не переживешь вот той полноты, о которой мечтает твоя душа слиться, соединиться. Вот как клань жаждет воды, так душа моя, ты стремишься сливаться. И вот я говорил на выезде очень важные вещи о том, что, вот понимаете, как бы мы Бога не переживали, всегда вот что-то чуть-чуть вот не хватает вот до того, чего мы жаждем. Вроде бы хорошо, но вот этой полноты самая, о которой мы стремимся, жаждем слиться, не получается. И из-за этого внутри какие-то слезы, потому что вот как будто вот последнего сантиметра не хватает. И более того, ты лично понимаешь, когда этот последний сантиметр наступит в твоей жизни, и ты увидишь его лицом к лицу, тогда, как в том мультике «Земля, прощай» про летучий корабль, ты уйдешь. Потому что апостол Павел говорит, пока мы в этой храмине, имеется в виду это тело, мы удалены от Господа. Это тело не может выдержать того, той полноты слияния с Богом, о которой все мы жаждем. Поэтому, надеюсь, все мы жаждем, стремимся. Вот мы стремимся этого. И ты как бы ни переживал, и вот во время выездов бывают иногда такие удивительные молитвы, как будто вот жизнь Божия чечет через тебя, и тебе хочется еще большего, еще большего. Это вот так наполняет, и вот последнего, вот казалось бы, сантиметра чуть-чуть не хватает. И ты всегда остаешься несколько недосытившийся. И поэтому тебе опять хочется чего-то большего. Ты все время ищешь и ищешь, пока однажды не обретешь. И не увидишь его лицом к лицу. Но пока на земле ты в этой храмине отстранен, вот этого последнего сантиметра всегда будет не хватать. И твоя жажда до конца так и не восполнится. И поэтому очень часто, когда Бог касается нас, мы что, мы плачем? Как Мария. Ты просто понимаешь, а что делать ты еще? Просто в его присутствии. Где все во всем, где полнота. Ты просто пребываешь. Это намного больше, чем просто видеть дела Божьи в своей жизни, или даже чем-то свидетельствовать. Или даже быть таким хозяйственным в какой-то церковной работе, как Марфа. Это вот внутренняя тяга, которая является основой всего. Эти слезы, как жажда по Богу. Это первое. Второе посвящение Марии. Смотрите, написано. Она оттирала ноги Христа волосами своими. То есть, первое, она плакала, да? Омывала слезами Христа. Второе, мы читаем, оттирала волосами своими его ноги. И у нас на Руси в древние времена, и на Востоке для женщины снять покрывало с волос и распустить волосы считалось недопустимым. Это не просто неприлично. Это недопустимо. В разных народах вообще есть, вот поскольку открытые, распущенные волосы, они что символизируют? Честность, безграничную открытость. И поэтому считалось, что такую честность и безграничную открытость женщина может показывать только своему мужу. А посторонним, она не имеет права быть вот настолько открытой, настолько откровенной. Не имеет права быть. И более того, есть всякие языческие поверья. Вот у нас даже на Руси считалось, что если непокрытые у женщины распущенные волосы, то в нее может вселиться нечистая сила. Не случайно, когда всякие там Баба-Яга, Аки, Кимора, у них всегда были распущенные волосы. Заметьте, ни в одной детской сказке нет Бабы-Яги с укладкой, правильно же? Или стрижкой. Она всегда с распущенными, да? И вот распущенные волосы, расплетенные волосы, символ полного открытия, честности, честности. Отсюда же выражение у нас там, что за распущенный человек, то есть он как бы чересчур какой-то, вот он откровенный, неправильно. Или выражение тоже есть у нас, а простоволосица, да, это как так это? Ты показываешь всем то, чего не нужно всем показывать, да? Вот это открытость. Второе, что это безграничная открытость перед Иисусом, честность. И каждый ищущий Бога понимает, что настоящая встреча с Богом – это место, я бы так это назвал, место предельной честности. Мы настолько привыкаем играть, у нас столько всяких масок, столько разных ролей. Мы в семье такие, у нас такая роль, на работе такие, другая роль, с друзьями у нас третья роль. В церкви у нас часто четвертая роль, там где-то в служении пятая роль. У нас куча всевозможных ролей, у нас куча масок, у нас такое огромное количество масок, что мы просто в них путаемся. Мы уже сами не понимаем, кто такой я настоящий. И очень часто люди не понимают, что церковь – это не еще один театр, не еще одно место для новых ролей. Потому что часто люди приходят в церковь, и у них для церкви еще есть новая маска. Вот здесь вот я такой. Здесь вот я такую маску надеваю. Хотя в действительности церковь должна отличаться тем, что мы не просто здесь еще одни роли на себя принимаем, а наоборот, мы снимаем все маски с себя. Мы перестаем играть роли, и мы такие, какие есть. Я думаю, те, кто переживали вот эти глубинные молитвы с Богом, вы понимаете, что такое ощущение, когда ты вдруг ясно осознаешь, Бог тебя касается, и ты понимаешь, никакая наигранность, никакие вещи здесь неуместны, потому что очи Бога, они словно видят все сквозь тебя. И здесь нет смысла кем-то там пытаться быть и делать какие-то имиджи. Ты вдруг понимаешь, вот ты перед ним, вот ты. Игры закончились, маски сняты, роли закончились. Пока у нас еще остаются маски, да, вот эти покрывала, о которых пишет апостол Павел, да, как вот покрывало было на Моисеи, точно так же, говорит, сегодня на многих покрывало, когда они читают Священное Писание. У нас вот здесь покрывало, религиозные разные покрывало. Читаем Библию с покрывалами, молимся Богу с покрывалами. Но настоящее единение с Богом, когда всякое покрывало снимается, наигранно снимается, вот эти маски всевозможные снимаются, и ты перед ним вот такой, какой ты есть. Вот я, Господь, со всеми часто плюсами, со всеми минусами. И только вот насколько ты готов пред Богом быть честным, настолько ты можешь пережить Его присутствие. Потому что с искренними Бог искренне. А с лукавыми только религиозные игры люди получают. Когда приходят с какими-то лукавцами, пытаются как-то думать, да, я людей уже научился вокруг пальца обводить, ну и перед ним тоже не оплошаю. И они думают, что Бог, Он такой же, как и мы. Его точно так же можно ввести вокруг пальца, не понимая, что перед Богом мы должны быть честными. Иначе смысла нет. Потому что что такое религия? Религия, когда вместо духовного внутреннего поиска, жажды и честности приходит еще одна игра. Вот ты везде играешь, и здесь тоже берешь на себя роль. И играешь. Быть честным, быть открытым перед Ним. Не побояться. Это так бывает страшно. Быть открытым. Страшно. Выставить страшно. Я помню, один известный христианский певец, Виктор Клименко, он в свое время блистал в Советском Союзе, потом он уверовал во Христа и посвятил свою жизнь Иисусу. Вот сейчас он уже пожилой очень, я как-то слышал его интервью, и он говорит, что, знаете, когда изображают Иисуса Христа, то всегда его изображают покрытым, то есть какое-то есть там оборванное покрывало, какие-то тряпки. А в действительности крестная смерть, это не просто было ужасным мучением. Крестная смерть была позорной казнью. И казнили обнаженных, как бы выставляя их на всеобщее поругание, на смешку. Поэтому над Иисусом издевались. Вот, вот он перед вами. И Виктор Клименко, когда об этом говорил, он такую вещь заметил. Он говорит, понимаете, мы ведь все друг от друга прячемся, мы все друг от друга скрываемся. У нас всегда все как бы недостойное прикрыто. И мы, говорит, никогда не бываем до конца откровенными друг с другом. Мы боимся до конца открыться, потому что часто люди пользуются откровенностью другого. Используют в своих интересах, говорит. И поэтому, говорит, интересно, этот Виктор Клименко сказал, говорит, я же, говорит, никогда перед тобой, у одного пастора, который брал интервью, он говорит, я, говорит, не буду же до конца открываться. А вот Иисус, говорит, он полностью открылся, говорит, Полностью обнажил себя, чтобы спасти. Он прошел через это, говорит. И настоящее общение с Богом, когда точно так же мы приходим и мы убираем, говорит, в себя все вот эти тряпочки, мы открыты перед Ним, какие есть. Полное обнажение внутри. Страшно это бывает так. Мы не привыкли так. Поэтому нам лучше выстраивать религиозные игры. Нам лучше строить какие-то из себя роли. Мы боимся этой открытости. А Мария не побоялась. Она опростоволосилась. Она распустила волосы и оттирала своими волосами ноги Иисуса. Вторая грань ее посвящения. Четвертая грань. Извините, да, третья грань. Третья грань. Она целовала ноги Иисуса. Целовала. Поцелуй. Проявление любви. И вот посмотрите, Лука так в седьмой голове пишет об этой истории. 44 стих. И обратившись к женщине, Иисус сказал Симону, видишь ли эту женщину? Я пришел в дом твой, а ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целование мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. И вот эти вот обращения Иисуса к Симону, к хозяину дома, где все происходило, он говорит, видишь ли эту женщину? Конечно, Симон ее видел. Более того, он наверняка знал ее, какая у нее там репутация. Но интересно, что он знал ее репутацию, наверняка знал о ее жизни, но он ее не видел. Не видел. Интересно, что Симон с еврейского означает слышать. Помните, Иисус говорил, имеющий уши, да слышит. Слышать. Уметь слышать, а не просто слушать. Уметь видеть, а не просто смотреть. Как же уметь слышать, и как же уметь видеть? Вы знаете, я в своей жизни убедился, чтобы увидеть ближнего, необходимо одно важное условие. Нужно его любить. Ты никогда не разглядишь того, кто рядом с тобой без любви. У тебя могут свое мнение, ты можешь его оценивать своим разумом, но ты никогда его не поймешь. И никогда ближнего своего не разглядишь, если у тебя нет любви. Поэтому, смотрите, Иисус сказал этому человеку, да, вот, кому много прощено, тот и возлюбил много. Прощается грехе за то, что она возлюбила много. Вот это любовь. Третья грань ее посвящение. Любовь раскрывает для нас другого человека. Без любви мы никогда друг друга не поймем, потому что мы не увидим друг друга. Мы столько можем увидеть наши маски, мы можем увидеть только наши дела, только внешнее. Внешнее. И наверняка, эта женщина, да, у нее была такая репутация у Марии, как, ну, грешница была репутация, безнравственная. Наверняка она, может быть, знала, как привлечь внимание мужчин, как понравиться, но здесь намного больше. Здесь мы видим любовь, тут любовь, потому что это не просто была страсть или похоть, она пережила любовь. Вот почему, наверное, одним из самых безнравственных поступков в Евангелии является поцелуй Иуды, потому что это поцелуй, то, что выражает любовь, Иуда использовал, чтобы предать своего Господа. Но самое страшное, он использовал как бы любовь в своих интересах, в своих целях. И вот эта вот любовь. И четвертое, она помазала миром. И вот смотрите, в Евангелии от Марка, 14 глава, 3 стих, так об этом говорится, «И когда Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову». Как-то у нас была проповедь в церкви о том, что цыплята должны вывупляться. То, что нам порой приносит благословение в какой-то период нашей жизни. Если мы продолжаем, то уже в новый период жизни то, что приносило благословение, уже нас не благословляет. Скорлупа хороша до определенного момента развития, но дальше человек должен вылупиться. Всегда переход на новый этап связан с каким-то разрушением вещей из предыдущего этапа. Скорлупа должна быть разбита. В этом вот проблема этого четвертого посвящения. У нас часто есть свои взгляды, свое мировоззрение, свои представления о мире, о Боге, о людях. И мы приходим в наших молитвах часто не чтобы что-то узнать, открыл и чтобы нам что-то получить от Господа. Мы приходим, чтобы Бог благословил то, что есть уже у нас. А Бог желает часто во время этих встреч не просто благословить то, что ты там накопил за свою жизнь, а разрушить это, чтобы ты мог перейти на новый этап твоей жизни. 300 динариев была годовой заработной платой работников в то время. Это 300 динариев огромная сумма, это годовая заработная плата. С такими деньгами можно было год ничего не делать. Скорее всего, это все, что она накопила за всю свою жизнь. Готовы ли вы, встретившись с Господом, расстаться со многими вещами, которые являются частью ваших взглядов, вашего мнения, вашего опыта? Или вы просто хотите Божьего благословения на то, что уже есть? Если вы хотите просто Божьего благословения, вы опять включаетесь в религиозную игру, когда вы ваше мнение, ваш опыт и ваши взгляды приписываете Богу, а взгляды вашего ближнего, мнения вашего ближнего, вы приписываете к ереси, и вы все время спорите, и вам кажется, что вы на стороне правды, а ближний на стороне лжи. А ближний думает, что это он считает так, как Бог думает, а вы заблуждаетесь. Вот и постоянные столкновения происходят между нами. Но вот я вам скажу, когда несколько лет назад я стал переживать Божье посещение, то одно из вещей в моей жизни, многое, что я думал, что я полагал, что я считал, стало разваливаться. Люди, которые давно в церкви, вы знаете, что у меня во многом и проповеди поменялись, и акценты поменялись. И многие вещи, о которых я раньше когда-то говорил часто, и сегодня я практически вообще об этом не говорю, потому что не считаю это достойным вниманием в церкви. Многое, что я был убежден, вот скажи мне, там лет 15-20 назад, да я никогда бы не поверил, что я могу вот так измениться, потому что я не мог представить, как можно было меня переубедить. Но Бог никого не переубеждает. Это не то, что Он тебя переубедил, ты просто приходишь в Его присутствие и ты понимаешь, если ты честный, то вот твой алавастровый сосуд часто, он должен разбиться. Эти наши мышления, это скорлупа, какие-то наши человеческие представления, которые мы часто Богу приписываем. Они просто разваливаются. И это предельная степень доверия к Господу, когда ты говоришь, Бог, вот мой опыт, эти все мои знания, я готов сокрушить перед тобой, потому что мне нечем хвалиться. И это глубинное смирение перед Господом. Все, что тобой накоплено в один момент, все, что ты там изучил, надумал, логический выстрел в один момент. В один момент просто рушится. И ты понимаешь, что толка в этих накоплениях нет никаких. Потому что жизнь с Бога это не богословские дипломы, это не теологические знания, это даже не опыт твоего служения. А вот то, о чем говорил Иисус, одно только нужно. Ты просто пребываешь в единении с Ним, просто в контакте с Ним находишься в этой удивительной гармонии. И вот посмотрите, разрушение того, что ты накопил за всю жизнь, твоих взглядов, безопасности твоей, защиты, это может произойти только от одного, если ты в глубине себя осознаешь, ничто не сравнимо с Ним. Ничто. Даже то, что ты, может быть, надумал за свои 30, 40, 50, 60, 70 лет. Вот почему часто пожилым людям с одной стороны легче приходить к Богу, а с другой стороны сложнее приходить к Богу. Почему легче? Ну, меньше в жизни суеты, меньше беготни, и уже как-то не за горами тот момент, когда ты понимаешь, тебе скоро уже уходить отсюда, и пора уже задумываться. В этом легче. А сложнее в том, что ты столько уже надумал в своей жизни, у тебя такой уже багаж, такой опыт, который ты считаешь очень важным, очень ценным. Ну, ты же мои года, мое богатство, ты же прожил эту жизнь, накопил все это. И когда ты приходишь, и ты вдруг понимаешь, что неумные, неопытные, немудрые, неразумные, часто дети это те, кому Бог открывает. Помните, утаил от мудрых и разумных и открыл младенцам. И у тебя особого человека, особых преимуществ перед просто подростком, который просто стоит в церкви и молится, особых нет. Ты скажешь, как нет? У меня десятилетия прожитой жизни. Я еще Сталина помню. Как такой багаж? Потому что разбить сосуд, это всегда смириться. А мы не хотим смириться, нам всегда нужен какой-то багаж, на который мы могли бы стать и быть немножко выше, чем другие люди. быть немножко выше, немножко круче, чем другие. И поэтому часто люди пожилые приходят к вере, но к Богу не приходят, приходят к религии, потому что они не готовы сокрушить те сосуды и вылить то мир, которое они накопили за всю свою жизнь. Для них это сокровище. но в действительности либо твой сосуд с накопленным за всю жизнь мира, твоим драгоценным опытом, твоим накоплением, мудростью, либо он в настоящей вере всегда есть элемент юродства. Как Павел говорит, мы юродивы ради Христа. Некий элемент безумства, который никогда не понять мудрым, опытным, религиозным мозгам. Привыкшим мерить все логикой. Им это не понять. Поэтому смотрите, мы видим, если вернемся в 12 главу Евангелия Теана, как всех возмутил ее поступок, не просто всех, кто был, учеников даже ближайших это возмутило. И вот четвертый стих, тогда один из учеников его, Иуда, Симонов, Искариот, который хотел предать его, сказал, вы знаете, обычно самые недовольные, самые вот, они так за правду, тут неправильно в церкви, нехорошо, тут не так все, это обычно люди, у которых внутри, вот как у Иуды, что-то не то. вот, он был самый ревностный, как надо правильно делать, что нужно правильно в церкви делать, в чем проблема-то, что в церкви что-то неправильно, Иисус там что-то не так делал, да нет, проблема была в сердце Иуды, вот, а не ревность никакая, это другие мотивы, и вот, он хотел предать, поэтому он всем был недоволен, тут не так молятся, там так все неправильно, так нельзя, вот тут нельзя, то есть эти люди, они всегда всегда люди вот знаете есть даже бывает такая благость и благодать вот когда бог касается так сердце тает и я так удивляюсь а есть такие люди вот они такие все время виктор таки не господи вы что делаете вы с богом общаетесь или или чем вы тут занимаетесь вы чё такие напряженные то я понимаю в жизни есть разные этапы этапы бывает так непростой период но ходите когда у тебя из года в год какое-то напряжение постоянное но чем ты занимаешься что-то все недовольны как-то дух иуды в сердце что-то не в порядке у тебя скажешь ну здесь же не поймите я как пастор вижу многие вещи которые надо изменить там в церквах в церкви в служениях но это не лишает меня радости мира а вот иуда все он хотел предать его и он все недоволен был все не так как-то все неправильно для чего вы для чего бы не продать это мира за 300 динариев все он уже и знает он уже все рассчитал и не раздать нищим сказал же он это не потому что заботился о нищих поясняет евангелист да а потому что был вор часто люди говорят одно а мотивы то у них совсем другие он имел при себе денежный ящик и носил что туда опускали то есть он был коррупционер часть денег себе пускал как бы что для нищих то есть социальная сфера это знаете чаще всего эта сфера где столько людей греется вокруг этих вещей всяких он имел при себе денежный ящик и носил что туда опускали иисус же сказал оставьте ее она сберегла это на день погребения моего ибо нищих всегда имейте с собой а меня не всегда матфей когда он эту историю описывает говорит что ученики вознегодовали то есть там не просто иуда там я думаю наверное голос иуды был руководящий такой он там был главным в этой буче и другие ученики были недовольны то что такое да как можно смотрите распустила волосы свои безобразие тут устроила что это такое вот предельная откровенность некоторых людей в божьем присутствии часто религиозных людей не просто возмущает а приводит в негодование они просто как такое целый хор недовольных голосов ее критиковали с позиции здравого смысла столько стоило мира 300 динариев лучше пустить на социальную сферу лучше как-то вот эффективнее это использовать неправильно так себя вести словно значит это было их мира она отдала все свое а их это возмутило словно на тему у них своровала вот если конечно часть ее денег были от них то это уже была их проблема нее и вот смотрите недовольны да и апостол павел в первом послании коринфянам 2 главе 14 стих говорит такие слова и этим наверное местом писания я завершу сегодня душевный человек не принимает того что от духа божия потому что он почитает это безумие вот это очень ярко характеризует отношения не просто людей а учеников к тому что совершила мария и не может разуметь потому что осем надобно судить духовно но духовный судит о всем а о нем судить никто не может ибо кто познал ум господен чтобы мог судить его а мы имеем ум христов в этом месте вот в этой истории для меня ярко показана разница чем истинная вера отличается от религии а вот этими четырьмя посвящениями первое посещение слезы это жажда когда мы алчим бога и когда ничто на этой земле какими бы мы не были успешными достигшими чего-то нас ничего до конца это не утворит только он это жажда на всю жизнь второе это слезы первое да второе волосы распущенные которыми натирала ноги христа это наша предельная честность и открытость совершенно непривычная в этом мире третье любовь она целовала его ноги она его любила и четвертое разбить алавастровый сосуд совсем что было накоплено в ее жизни когда мы готовы расстаться со всем нашим защитой опытом знаниями со всем что мы накопили религия стремится строить отношения с богом без этих вещей без этих четырех посвящений в этом разница самое забавное что как марфа свое время была убеждена что иисус встанет на ее сторону и скажет марии марии ну на самом деле ну посидела теперь пойди посуду помой не марфе же одной бегать теперь марфа посидит а ты потрудишься а иисус неожиданно избрал в сторону марии и он говорит что у нее то есть самое главное а ты марфа суетишься а я заботишься о многом точно так же здесь возмущенный хор учеников они были убеждены что иисус встанет на их сторону и скажет ну это как то чересчур мария ну это уж чересчур ладно ты там сидел у ног моих все время но то что сейчас это слишком нельзя так вот за раз разбила сосуд хороший был мира было дорогое они были убеждены ученики что иисус станет на их сторону а иисус безоговорочно опять встал на сторону марии и в одном из евангелий сказано что слова христа и где не будет проповедана евангелие везде будет сказано о том что она сделала сегодня здесь мы проповедуем евангелие мы говорим опять о ней а марии как некий пример этого посвящения господу наши слезы как жажда распущенные волосы как открытость и честность поцелуи как любовь и разбитый сосуд как готовность а расстаться со всем что не выдерживает проверки в божьем присутствии со всеми взглядами мнениями позициями убеждениями потому что для тебя бог это не твои взгляды и не твой опыт а для некоторых вере бог это их взгляды и их опыт они просто взгляды свои и свой опыт делают в виде бога у них бог они сотвори они творят себе богу по их образу и подобию но бог намного больше всего того что ты там надумал в своей жизни и в его присутствии это просто разбивается давайте сейчас закроем глаза и склоним голову пред богом знаете часто вот такой образец отношений со Христом рисует в виде апостола Иоанна поскольку Иоанн сам говорит что он возлюблен ученик Иисуса и вот отношение понимания Христа служение Христу часто видят именно на примере Иоанна для меня же в Евангелии вы знаете образец отношений со Христом это не Иоанн а Мария Мария которая была открыта честна жаждущая любящая и готовая расстаться со всем что не нужно в этой удивительной жизни жизни со Христом я очень хотел бы чтобы вы сейчас размышляя о ваших отношениях с Иисусом посмотрели есть ли у вас все четыре грани этого посвящения может быть вы не переживаете в вашей молитве то что хотите переживать вы не ощущаете в вашей духовной жизни то к чему стремитесь потому что у вас какие-то грани они отсутствуют жизнь Марии это урок для нас урок настоящих отношений с нашим Господом настоящего единения настоящей близости и все начинается вот с этих слез слез как символа жажды как говорит псалмопевед слезы мои были для меня хлебом день и ночь когда говорили где Бог твой сколько сегодня циников да где Бог ваш да где там Бог действует да вообще кто там его никто не видел что за сказки что за пережитки что за вера в непонятно что сколько издевательств есть сегодня от умных от разумных от логичных от убедительных вы понимаете помимо всего этого вот есть внутри тяга когда ты понимаешь да скорее всего вас нет а Бог есть как сказал Борис Борисович Гребенчаков в одном я уверен Бог есть во всем остальном сомневаюсь я сомневаюсь во многом одно точно то он точно есть и вот эта жажда стремление слиться да как в этом же псалме бездна бездну призывает голосом водопадов своих бездна бездна жажда жажда как эти слезы вот что-то происходит когда глубинные переживания у тебя глубинные вдруг вызывают того что у тебя из глаз какие-то вот вода льется как-то так устроено потому что для тебя это что-то настолько глубинное настолько сокровенное Иисус есть ли в твоей жизни эта жажда может быть была а сейчас уменьшается тебе необходимо к ней вернуться как лань жаждет потоком проверьте так же есть ли в вашей жизни это грань открытости честности готовы ли вы точно так же распустить свои волосы перед Богом быть предельно открытыми или мы настолько уже заигрались что и в нашей вере мы продолжаем играть в религиозные игры мир полон религиозными играми религиозными пробуждениями религиозными откровениями религиозными какими-то так куча всего люди бегают бегают там ищут что-то ездят шарлатанов много которые убеждают что вот там Бог действует вот сам Бог действует вот они что-то ищут все носятся куда-то все да тебе не нужно никуда ехать будь там где ты есть потому что поиск Бога это путешествие не для ног а для сердца и не вовне а вовнутрь царство Божие внутри вас есть готов ли ты быть предельно честным перед ним сняв все маски обнажившись убрав все эти тряпочки перед Богом вот такой как ты есть такой как ты есть вот в глубине себя такой как ты есть вот именно с этим истинным глубинным я Бог и имеет дело а это твои роли это твоя игра это для людей оставь Бога ты не впечатлишь Он видит не как люди люди смотрят на лицо а Он на сердце поэтому если уж и решил идти к Нему то реши быть честным иначе смысла нет нет смысла иначе ты вовлекаешься не в веру а в очередную игру еще одну под маркой христианства миллионы людей играют в эту игру миллионы играют в игру под названием христианство они играют в эту игру играют в эту игру играют в эту спорят друг с другом каждый знает как Бог точно думает какой Бог точно есть обличают друг друга там ругаются что-то доказывают друг другу вот есть такое можно в это играть тоже забавно но не нужно себя обманывать это не имеет ничего общее сообщением с ним это жаждешь общение с ним ты должен распустить волос быть честным также проверь грань любви которые выражались в поцелуях которыми мария целовала которыми мария целовала ноги иисуса она целовала выражая любовь без любви нет единения с господом потому что единение с ним это всегда день наполнение любовью эта любовь излилась сердца наши духом святым и важно чтобы эта любовь изливаясь в нас изливалась и через нас к нашим ближним жизнь марии была горькой но она возлюбила много и поэтому написано ей прощено много апостол говорит любовь покрывает множество грехов на страхе долго не уехать это стимул рабов араб не пребывает в доме вечно сын пребывает вечно потому что сын руководствуется не страхом о любовью и четвертая грань разбитый а лавастровый сосуд и вылитая мира ценой в 300 динариев насколько ты готов в своей жизни расстаться со всем что не нужно просто что надумано придумано тобой или навязано тебе кем-то что может быть даже ты почитаешь за истину что тебе кажется мудрым готов ли ты расстаться с этими вещами если бог покажет что в этом ничего нет мудрого то есть мудрость конечно есть но земная душевная бесовская и знаете самое последнее часто люди имеющие вот такое четырехгранное посвящение даже среди своих не среди атеистов а среди своих верующих людей вызывают косые взгляды и недопонимание и по идее другие люди вместо того чтобы поучиться у них наоборот начинают их учить что нужно было делать с лавастровым сосудом как нужно было правильно миром распоряжаться вот они всегда учат это проблема нашего мира те кто должны учиться часто учат не даром один мудрец прошлого сказал говорящий не знает знающий не говорит те часто кто много говорит много учат ничего по-настоящему не знают а люди реально знающие не говоря словами на горной проповеди не бросают жемчуга перед свиньями часто эти люди молчаливы но у них есть не реально то что можно перенять и такой была мария всемогущий господь я молю чтобы мы учились смотря на четырехгранное посвящение марии чтобы в нашей жизни у нас также были у нас также были жажда открытость любовь и готовность расстаться со всем что не угодно нашему спасителю благослови мой бог чтобы пример этой женщины помог нам к более глубокому духовному переживанию более полноценной молитвенной жизни к большей близости с тобой господь благослови 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 иисус благослови явно мин мы перед тобой такие какие есть госпарте над тоже я молю бог приумножешу жажду чтобы ничто в этом мире не не занимало слишком большое место для нас отгораживая тебя чтобы ты был главным чтобы наше христианство это было прежде всего отношение с тобой жажда по тебе как лань жаждет потоком вод так и мы, Господь это томящее чувство внутри когда мы жаждем большего когда мы стремимся к большему когда мы хотим, мой Бог пускай это чувство никогда не оставит нас не покинет нас чтобы мы постоянно ощущали себя странниками и пришельцами на этой земле потому что наше Отечество на небесах наш истинный дом там и мы жаждем обличься жаждем чтобы то сияние та радость Божьего Царства внутри нас, которая находится была не только внутри, но и вокруг нас жаждем нового неба и новой земли, Господь где обитает правда Твоя я молю Тебя, Господь, чтобы мы были открытыми мы не боялись, мы не прятались мы не отгораживались от Тебя никакими тряпочками но были открыты и честны такие, какие есть потому что Ты знаешь все и любая наигранность в Твоем присутствии смешна и нелепа я молю Тебя, Господь благослови благослови нас на честность я также молю, мой Бог за тех, кто оставил первую любовь свою кто, возможно, сейчас ходит в церковь по инерции и утерял самое важное самое главное Тебя потому что Ты есть любовь утрачивая настоящую любовь в духовной жизни мы утрачиваем Тебя я молю, мой Боже наполни нас еще больше поскольку Твоя любовь изливается и преобразует нашу жизнь я также молю, мой Бог сделай нас смелыми смелыми и готовыми а расстаться со всем что не нужно со всем, что не соответствует Твоей воле не соответствует Твоей правде оставить старое, чтобы войти в новое забывая заднее простираться вперед к почести Вышнего звания во Христе Иисусе и не смущаться если кто-то рядом с нами не поймет нас может быть кто-то посмеется кто-то осудит но для нас важно то, что ты думаешь что ты говоришь Твое слово, Господи да будет Тебе вся слава честь и хвала и каждый верующий да скажет Аминь давайте встанем сейчас и сейчас скажи своему ближнему четыре грани пожалуйста которые были в посвящении Марии м м Субтитры подогнал «Симон»